Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Скиданова, и это мой канал про дизайн человека. Под одним из последних роликов на моем канале было очень много комментариев с просьбой записать ролик про ментального проектора. И несмотря на то, что ментальный проектор это все еще проектор, и у меня очень-очень много роликов на канале про проекторов, целая подборка, обязательно открывайте плейлист проектора и прямо ныряйте туда. Несмотря на все это, мы сегодня с вами поговорим отдельно именно о ментальных проекторах. И так как это очень редкий тип, ну довольно редкий, да, то есть очень мало людей относится к ментальным проекторам, я прошу вас поделиться со своими друзьями, знакомыми. Если среди них есть ментальные проекторы, обязательно дайте им посмотреть этот ролик. Ну а также хочу напомнить вам, что алгоритмы ютуба очень любят, когда вы совершаете какие-то активные действия под этим видео. Поэтому обязательно жмакайте на все, что можно жмакнуть, пишите комментарии, ну а мы с вами начнем говорить про ментальных проекторов. Итак, что же в мире дизайна человека представляет из себя ментальный проектор? Это бодиграф, на котором определены в любой последовательности, в любой форме три верхних центра. Это либо темя и аджна, либо аджна и горло, либо горло, аджна и темя вместе. Вот эти три центра в любой возможной, ну как я перечислила конфигурации, дают нам ментального проектора. И это действительно очень редкий тип, это редкий вид проектора, и он кардинально отличается от остальных тем, что у него нет внутреннего авторитета. То есть всего две позиции в дизайне человека дают нам отсутствие внутреннего авторитета, то есть центра, на который я могу опереться в вопросе принятия личных решений про меня и для моей жизни. Так вот, у ментального проектора и у рефлектора, а про рефлектора мы тоже уже очень много говорили с вами, нет внутреннего авторитета. И сегодня мы об этом поговорим подробнее. Как же жить человеку с отсутствием внутреннего авторитета, с открытыми всеми моторами, всеми центрами ниже горла, а это значит огромная восприимчивость к обуславливанию других людей и в целом к жизни, огромная восприимчивость и чувствительность и отсутствие постоянного доступа к энергии. На чем же выезжать этим людям, как им жить и как же им проживать свою природу корректно и находиться в спокойном, успешном, классном проекторском состоянии. Итак, начнем с того, что все моторы, на картинке покажем вам, что это за центры, но в целом все центры у ментального проектора открыты ниже горла. Это значит нет постоянного доступа к энергии. На моем опыте я замечаю, что часто дети, ментальные проекторы, очень сильно тянутся в активный спорт. То есть им прям словно хочется, даже несмотря на то, что нет давления от родителей, нет какой-то вот такого нарратива, иди в спорт, иди занимайся, им очень хочется попробовать себя и свою энергию в серьезном профессиональном спорте. Ни одна мамочка ко мне обращалась и говорила о том, что вот мой ребенок, вот ментальный проектор, но в спорт просто манит и тянет его очень сильно. Я очень много анализировала эту тему и пришла к выводу, что ребенку, ментальному проектору, ему словно хочется попробовать, затестить, опробовать свои открытые моторы в активном спорте. И они могут очень ярко и активно себя в детстве проявлять. Здесь родителю ментального проектора нужно быть внимательным к состоянию ребенка, быть очень мягким к нему. То есть если он активно идет в спорт, то важно давать ему поблажки в остальных сферах его жизни. Не хочешь ты идти гулять, не иди гулять. Хочешь сегодня поспать до 12, поспи до 12. Потому что в целом, конечно, отсутствие постоянного доступа к энергии дает нам человека, для которого прогулка по лесу и просто по городу, это уже достаточно неплохая физическая нагрузка. И говоря о физической нагрузке для уже взрослого проектора, повидавшего виды ментального проектора, мы можем смело говорить, что большая активность здесь вряд ли подойдет. То есть это может быть легкая йога, что-то такое очень мягкое, что-то очень плавное, но упарываться прямо в нагрузке, в большой спорт, 5 тренировок в неделю для ментального проектора может быть даже опасно для его здоровья. И в целом, говоря о ментальном проектора, и дальше мы с вами будем это обсуждать, что это не человек процессов, это не человек физических процессов. Ему физические процессы важны как база, как опора для того, что он несет себе, для его дара. Но не как тот процесс, который является моим основным фокусом внимания, в отличие от того же генератора, например. То есть если мы говорим о генераторе, то вот здесь мы упарываемся в процесс. Нам важен именно каким процессом я занимаюсь, в каком процессе я нахожусь. Я бегаю или я прыгаю? Мне критически важно, что мне больше откликается. Для ментального проектора разницы как бы нет. То есть это лишь база и фокус должен быть на другом. Так вот открытость ваших моторов дает вам огромную-огромную чувствительность к энергии других людей. Будучи полностью открытым ниже горла и имея проекторскую ауру, которая фокусируется на другом человеке, вы обладаете замечательным свойством хорошего понимания других людей. Вы целенаправленно видите, что за человек рядом с вами. И это дает вам преимущество в профессиях, которые направлены на работу с людьми. Ментальные проекторы, отличные психологи, отличные аналитики по дизайну человека, например, отличные HR, да, то есть все, где я взаимодействую с человеком лучше всего один на один, дает мне преимущество. Будучи ментальным проектором, я имею здесь преимущество. И именно опираясь вот на это понимание людей, на чувствование энергии другого человека, также на чувствовании того, насколько другой человек корректен в использовании своей энергии, ментальный проектор создает себе окружение. И вот это то, как раз таки, на что должен свой фокус направлять ментальный проектор. Окружение – это пункт номер один в жизни ментального проектора. Именно благодаря корректному окружению ментальный проектор создает себе корректные условия для жизни. Не побоюсь этого слова. Потому что именно находясь среди правильных людей, которые меня как проектора распознали, выбрали, пригласили, если мы говорим, да, вот про взаимодействие требующих приглашения, ну, а если вы не знаете взаимодействие требующих приглашения, снова направлю вас в плейлист про проектор. Там я об этом уже много раз и подробно рассказывала. Так вот, именно благодаря наличию корректного окружения и корректному обуславливанию от них своих открытых центров ментальный проектор может создавать рабочие, бытовые конструкции в своей жизни. То есть инфраструктуру своей жизни. Где я живу, чем я занимаюсь, что я делаю изо дня в день. Вот эти вот рутинные вещи, которые для ментального проектора словно... Вот это, ну, подтвердите в комментариях, ментальные проекторы, что для вас ежедневная бытовая рутина, ну, словно не имеет такого уж большого значения, да, как-то так вот аккуратненько это сформулирую. Так вот, именно корректное окружение ментального проектора помогает ему включить в моменте корректно свои открытые центры, да, то есть получив туда обуславливание. Ну, условно говоря, если ваш друг корректный ман-генератор, то вы получаете от него обуславливание в сакральном центре, в горле, если у вас оно открыто. И если он корректно использует свои сакральные моторы, если он получает удовлетворение от процесса, да, если он кайфующий генератор, то вы почувствуете корректное обуславливание в своем сакральном центре. Так вот, получив вот это обуславливание в разных центрах по-разному, зажигая эти центры с разными людьми, находясь в своем окружении, ментальный проектор может корректно доставать свои решения. И говоря о решениях ментального проектора, знаю, что это большая боль для многих, как жить без внутреннего авторитета. Здесь такой хорошей фразой, которая может стать для вас интуитивным ключом и ассоциацией в понимании того, как не принимать решения, станет фраза «слышать свое эхо в других». Слышать свое эхо в разговоре с другими людьми. То есть проговаривать свое решение со своим корректным окружением и слышать свое эхо, что я говорю, да, какое послевкусие от моих слов, что чувствуется от того, когда я обсуждаю это решение с другими людьми. Мне не так важны советы, мне не так важны какие-то подсказки, да, от моего круга, какими бы прекрасными они ни были. Мне нужно слышать свое эхо с другими людьми, как мои слова зеркалятся от них, как мои слова отражаются от их определенных центров. Это резонирует со мной? Это приятно ощущается в моем теле, да, где все центры открыты? Как там вот эта чувствительность работает? Приятно или нет? Вкусно или нет? Знаю, меня ругают за вкусовые какие-то ассоциации в комментариях, но уж больно они мне нравятся, вы уж меня простите. Вкусно вам от этого или нет? И вот так вы можете принимать корректные для себя решения без внутреннего авторитета. Потому что, как я уже сказала, та база, которая является для многих очень важной, для ментального проектора это лишь база. И относиться к этому нужно как к базе. Ментальному проектору очень важно понять себя, узнать свою природу и осознать, что окей, я внешний авторитет для других людей. И моя в принципе главная функция здесь, это быть тем самым гуру и мудрецом, который дает рекомендации, дает поле знаний, информации, важных решений, важных советов для других людей. Что мне для этого нужно? Да мне нужно обустроить свою как бы пещерку. Мне нужно обеспечить себя какими-то вещами, которые создадут мне комфортное пребывание моего тела на этой земле. Что ж, окей. И проектор это создает себе довольно легко, потому что, ну, естественно, мы с вами понимаем, это очень умные люди. Здесь важно именно понять, сместить фокус. Ну, не так мне важно, я живу в квартире номер 17 или номер 16, у меня красный диван или зеленый диван, я работаю вот в этом отделе или вот в этом отделе за соседней дверцей. Мне это, ну, не так важно, как для того же генератора или манифестера. Мне важно, а с какими людьми я здесь нахожусь, а корректно ли меня распознали, да, а чувствую ли я себя признанным и приглашенным на этом месте. И могу ли я делать эту работу, совершать эти действия так, чтобы мои открытые моторы не перетруждались, чтобы у меня была возможность для отдыха, для сна хорошего, для ухода за своим телом, для восстановления своего ресурса, что очень важно для ментального проектора заботиться о своем ресурсном состоянии. И вот тогда ментальный проектор успокаивается, да, огромная боль многих проекторов ментальных в том, что они смещают полностью свой фокус на вот эту базу, да, рутинные какие-то вещи. Я работаю в этом отделе или в этом? Как же мне принять решение? Мне работать в отделе, не знаю, с голубой дверью или с розовой? В каком же, в каком же, в каком же, как же, как же, как же мне принять это решение? Ах, у меня же нет внутреннего авторитета решения мне это не принять. Жизнь-боль. Но не так это работает, да, вам нужно перещелкнуть вот это понимание в голове, что да не важно, ну не важно, ну не имеет значения. А если уж значение такое действительно важное для вас, ну обсудите это со своим кругом, да, ну примите это решение через вот этот внешний авторитет, обсудите и услышите свое эхо в других людях, тогда это решение дастся вам легко. И вот с такой легкостью стоит ментальному проектору относиться к бытовым рутинным вещам. И я прошу вас, не сдерживайте себя в комментариях. Я уверена, многие из вас напишут мне, ага, конечно, легко тебе говорить, когда база закрыта, а вот что делать, а у меня ипотеки, а у меня кредиты, а у меня семеро по лавкам, а у меня обязательства. Не сдерживайте себя, пишите это обязательно в комментариях, давайте мы это с вами вместе обсудим и порефлексируем на этот счет, как с этим быть. Ну и безусловно говоря о сильной стороне ментального проектора, то это прям архетип мудреца и внешнего авторитета для других людей. Каким бы профилем не был наделен ментальный проектор, он является этим архетипом, но если здесь еще и трансперсональный профиль, о мой бог, профиль 6.2, 6.3, 5.1, 5.2 и ментальный проектор в совокупности, ну это прям старик фура, гуру советчик, я не знаю, какой еще пример вам здесь привести. И вам нужно создать инфраструктуру вокруг своей гениальности, создайте инфраструктуру вокруг своей мудрости так, чтобы беспрепятственно эту мудрость рассеивать на свой круг, и тогда вы будете чувствовать себя реализованными в этой жизни, потому что проектор, ментальный проектор несет по-настоящему ценнейшую информацию, и именно та информация, то вдохновение, та концептуализация, которой вы обладаете, это ценнейшее ваше свойство, и именно поэтому вы хорошо развиваетесь в тех профессиях, которые предполагают донесение какой-то важной информации до других людей, будь то учитель, будь то наставник, будь то консультант и так далее. Все это ваши прекрасные сферы реализации, ну а дальше о себе вы можете узнать, глубже погружаясь в свой дизайн и изучая, кто вы есть, какой ваш профиль, какие ворота в вашем солнцелищности, какая генетическая травма у вас. Все это очень важно о себе знать ментальному проектору, и об этом уже очень много роликов на моем YouTube-канале. Пожалуйста, заходите, погружайтесь. Ну а если вы хотите узнать подробнее о том, в чем же ваше предназначение как ментального проектора, обязательно обратите внимание на мой практикум формула призвания. Это практикум, который поможет вам быстро, понятно, коротко собрать о себе вашу формулу, вашего предназначения. В целом актуально для любого энергетического типа. Все подробности будут по ссылке в описании. Завершая мой ролик про ментальных проекторов, я хочу напомнить вам, что ваша стратегия ожидания приглашения будет работать на вас. Она должна и может работать на вас. Вам стоит только понять, что иначе, скорее всего, для вас не работает. Да, я понимаю, здесь будут все стадии принятия неизбежного, но я очень буду рада, если в конце концов вы придете в ту точку, когда поймете, что я ментальный проектор, и иначе нет смысла мне реализовываться, мне нет смысла больше изображать из себя кого-то. Моя ценность вот здесь. Я прекрасен такой, какой я есть. И это действительно так. Вы прекрасны, такие, какие вы есть. Вы очень ценные. И это очень редкий тип, не просто так. Потому что, ну, не может каждый второй быть советчиком. Быть советчиком можете только вы. И в этом ваша красота и прелесть вашего дизайна. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я буду благодарна за любую вашу обратную связь в комментариях. И до встречи в следующих роликах, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok